Я бы очень хотела от лица Министерства спорта вручить благодарственное письмо за вклад в развитие спорта в нашем регионе самому спортсмену, ну и, конечно, как всегда, его тренеру, потому что я думаю, что вклад в результат всегда и спортсмены, и тренеры равны. Многократный участник и призер всероссийских и международных марафонов, 34-летний спортсмен Юрий Чичун легкой атлетике посвятил 20 лет. Несколько дней назад он победил на чемпионате России по марафону, который проходил в Адлере. Дистанцию 42 километра преодолел за 2 часа 15 минут. Для Юрия это четвертая победа подряд. 6 сентября он выиграл пермский марафон, 20 сентября – московский, 11 октября – казанский. Говорит, особое внимание уделил подготовке. Все это нужно не так спонтанно, что я захотел и побежал два марафона в течение двух недель. Все это на тренировках используешь, готовишься, делаешь еще больше, более-таки тяжелее условия, чем на соревнованиях. Тогда уже выходишь на соревнованиях и можешь определенные вещи себе позволять, там, с какими-то шутками финишировать или где-то воду остановиться взять. И получается, что все это проделано в совокупности и дает уже успех. Поздравила Юрия с победой заместитель министра спорта Самарской области, руководитель департамента физической культуры и спорта Лидия Рогожинская. Пожелала ему новых достижений и высоких результатов. Если для нас раньше это была вообще недостижимая высота, то сейчас мы понимаем, что очень много людей бегают, все увлекаются марафонами. С таким результатом, как у Юрия, я всегда, когда на часы и минуты смотрю, считаю скорость на один километр и медленно, в общем, удивляюсь. Каждый раз увеличение результата, сокращение минуты и часов, для меня это недостижимая высота. Спортсмен Юрий Чичун планирует уйти в отпуск на две недели, чтобы уже в конце декабря начать готовиться к следующему чемпионату России, который состоится в апреле. Елена Малютина, Николай Епифанов. События.